В Раде прогнозируют инфляцию в Украине из-за ситуации с энергорынком. В Украине могут подорожать товары в магазинах и существует риск инфляции из-за повышения тарифов на электроэнергию для бизнеса, что в итоге ляжет на плечи потребителей продукции, то есть населения. Такой прогноз дал бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, а ныне народный депутат, первый зам главы комитета в РУПе энергетики и ЖКУ Алексей Кучеренко. Об этом шла речь в эфире ток-шоу «Свобода слова Сабика Шустера». Политик отметил, что сейчас в украинской энергетике наблюдается кризисная ситуация, которая была создана благодаря ручному управлению и стала следствием внедрения правительством в 2019 году энергорынка. Тут стоит напомнить, что в Украине с 1 июля 2019 после ее запуска бизнес платит цену, которая определяется на рынке. Как заявил Кучеренко, сейчас на энергорынке накопилось 75 миллиардов гривен долговых обязательств, и все задолжали, госкомпании в убытках. Один из гостей передачи. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкайт. Бизнесмен-совладелец холдинга Гидроэнергоинвест Акванова Игорь Тынный уточнил, что цены на электроэнергию в розницу для предприятий увеличились вдвое до 4,20 грн. КВТЧ. Что аукнется подорожанием товаров для покупателей. Это все бросается в цену нашей продукции. И цены растут, за это заплатит потребитель. То есть мы за это заплатим инфляцией, сказал предприниматель. В свою очередь Кучеренко озвучил прогноз, что когда начнут сжигать газ на станциях. Цена за киловатт в час электроэнергию при производстве вырастет еще больше, к большому сожалению, и ляжет на стоимость товара. В новом выпуске ток-шоу «Свобода слова» Сабика Шустера 19 ноября гости студии, Янина Соколова, Александр Турчинов. Александр Литвиненко, Давид Арахамия и другие, обсуждают долгожданное расследование Беллингкот. Также эксперты рассказывают, есть ли при власти вражеские агенты и как зеленая энергетика стала средством давления на свободу слова. Напомним, в предыдущем выпуске «Свободы слова» Сабика Шустера украинцы высказались о том, должна ли Украина временно приютить беженцев с белорусской границы. Также в студии рассказали, почему так дешево продали завод-большевик в Киеве. А еще в эфире Вахтанг Кикабидзе рассказал о том, как изменилась Украина после Майдана, и почему Путин скоро поймет, что сюда не надо лезть. Кроме того, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский дал рецепт того, как сделать дороги Украины безопасными и уменьшить смертность в результате ДТП. И смотрите мнение украинцев относительно того, станет ли тысяча гривен от Зеленского стимулом к вакцинации.